Совет ветеранов города уже давно нуждался в ремонте. Коридоры и кабинеты требовали покраски. Помочь решила молодежь – студенты Сочинского профтехникума. Они будущие мастера отделочных работ, поэтому выполняют сразу два важных дела – помогают ветеранам и параллельно практикуются в будущей профессии. Несколько кабинетов студенты уже покрасили. На очереди коридор и холл. Кстати, его планируют украсить по-особенному. Есть идея на входе изобразить граффити, который будет показывать связь поколений. Это ветеран с молодым человеком. Сейчас делается эскиз, и мы надеемся, что в апреле месяце, как раз до конца апреля, оно уже будет встречать всех гостей Совета ветеранов. В Совете ветеранов очень рады такой инициативе молодежи. Говорят, сочинские студенты всегда активно помогают ветеранам. И не только в преддверии больших праздников. Они нам помогали для Совета ветеранов, для тех, кто у нас на учете стоит, мелкий ремонт. Ребята там осуществляли. Молодежь должна помогать. Мы это сегодня чувствуем, потому что нас идет взаимно. Мы со своей стороны молодежи передаем свой опыт, навыки, традиции, то, что сегодня необходимо. Закончить ремонт планируют до конца недели. Косметический ремонт коснется и квартир ветеранов, рассказали на заседании Оргкомитета по подготовке ко Дню Победы. А уже на следующей неделе ветераны будут ждать в гости студентов и школьников. Молодежь с предстоящим 9 мая поздравит более 3000 ветеранов войны. У нас 3088 сейчас ветеранов. Из них все наши графы помощи идут по нарастающему. С каждой недели все больше и больше. Так у нас уже сейчас 36 ремонтных работ мы насчитали. У нас нуждается 277 ветеранов в путевках и 152 ветерана уже эти путевки получили. Ветераны в сочинских санаториях отдыхают бесплатно. Там они получают целый комплекс медицинских процедур. Еще для почти 900 ветеранов, тех, кто по состоянию здоровья не может выйти из квартиры, организовали так называемый санаторий на дому. Также на заседании Оргкомитета сообщили, что в Сочи ко Дню Победы запланированы сотни мероприятий. Это спортивные состязания, творческие флешмобы, а также акции по приведению в порядок памятников и обелисков. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Дмитрий Говорков, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.